Вот, и значит он уже там через некоторое время посещает уныние. Мой дед, вернее дядя моей мамы, он был на лесоповале в Савихаде, он рассказывал, как там быстро приходят в уныние, в особенности интеллигенция, и их снимают с веревок. Ни одного дня, говорит, не было, чтобы и сильника не было. И через некоторое время приходит человек в уныние, но он все-таки крестьянин. Крестьянина так просто в уныние не приведет. А чего там? Еда скудная, работа, все время скудность. Так эту скудность он и в своей жизни видел, и на море. Ему какая разница? Но все равно отрыв от всего ему было очень тяжело. И он встретил, и он встретил там человека, духовное лицо, епископа. И который, он говорит, я тебя научу, ну сосланного. Говорит, ты, говорит, не впадай в него, тебя ждет большая еще жизнь впереди, я отсюда не выйду. Но я тебе научу, как жить, и тогда человек в заключении. И научу, говорит, надо быть душой свободным. Вот ты видишь, что, допустим, можно и не умыться, а можно умыться. Это от тебя зависит. Так вот, и можешь ты помолиться перед едой на ночь, это утром, а можешь и не молиться. Это от тебя зависит. На это нельзя запретить. Да, вот. Он говорит, ты знаешь, какие? Ну, он какие-то молитвы знал, он его научил и молиться, научил его грамотности. И он говорит, когда ты востребуешь свою волю, даешь волю, своей воле жить, тогда она взывает к жизни все органы душевные. Потому что, если человек, воля у него не задавлена, то он не теряет свойство любить. Потому что Бог дал свою волю человеку, сотворил свободу, но только с одной целью, чтобы мы его сами по своей доброй воле любили. Все. Вот. То есть, свобода – это понятие духовное. Вот. И, значит, он ему и много улучшил. Леха Радвил выцегонил у меня работу. Ярко. Другому бы не дал. Ярко работал. Вот. И вот, значит, это... Вышел из тюрьмы, его выпустили перед самой войной. А это тоже, как раз, у нас он реальный. Да. Ну, они собраны. Ну, собирательные вас, конечно. Собирательные. Потом так и переходит дальше. Да. Ну, я говорю, вот здесь очень грамотно. Потому что, когда писать рассказы, полушисительно сделай роман из маленькой истории. И будет, знаете, скорее, а я вот сейчас, вот, как его формат, марка, с историей одиночества. Ну, нужно, чтобы это произошло.